Всем привет, с вами Александр Котин, это мой обзор для канала Amarkets и сегодня, прежде чем я начну, хочу рассказать о том, что завтра у меня состоится мастер-класс на него можно записаться по ссылке в моих соцсетях, либо на канале в Telegram там есть ссылка, по которой можно зарегистрироваться я буду рассказывать о своих методах торговли пройдет он 30 января, в четверг, это будет завтра, в 19 часов по московскому времени только для тех, кто зарегистрируется, открытой ссылки не будет теперь отвечу на вопросы, был вопрос по индексу РТС я торгую фьючерс на индекс РТС на московской бирже и как я вижу ситуацию по данному индексу обратите внимание на недельный график это я взял склейку фьючерса и обратите внимание на то, что растет движущая сила это означает, что основная тенденция у нас восходящая и она еще не завершена при переходе на дневной график мы с вами увидим максимальную движущую силу и откаты, которые повторяются и вот был очередной откат к линии баланса и здесь, соответственно, мы можем увидеть сигналы на покупку которые я не брал, потому что для меня они были с достаточно большим риском а я еще в ситуации с низким риском и высоким потенциалом да, здесь высокий потенциал, но риск не низкий то есть у меня просто в данной ситуации не прошла по моему риск менеджменту это тоже надо учитывать и тоже надо обязательно это понимать так вот, в данном случае я рассматриваю дальнейшее движение вверх после завершения очередного ABC паттерна в зону, куда он там скорректировался примерно в 38,2, но чуть ли не в 50% по FIBA от предыдущей импульсной волны поэтому я рассматриваю здесь только дальнейший рост в частности, так же, как и по фьючерсу на доллар-рубль рассматриваю дальнейшее укрепление рубля в принципе, сейчас эти инструменты, они коррелируют идем дальше и переходим раз вопросов больше нет, переходим к основным инструментам которые я обычно рассматриваю в своих обзорах и напомню, что мои обзоры сейчас будут выходить один раз в две недели обратите внимание на евро-доллар, на то, что основная тенденция здесь нисходящая в данном случае очень резко растет движущая сила я эту ситуацию вижу как ABC паттерн и продолжение снова импульса по тренду обратите внимание также на то, что мы видели 1, 2 и вот развитие третьей волны в данном случае вы можете обратить внимание на то, что здесь дивергенция но я бы обратил ваше внимание на резко растущую движущую силу на дневном графике поэтому ни на какие дивергенции мы здесь внимания не обращаем и просто ищем точки входа ниже по тренду и все, но в данном случае я бы не стал пока ничего делать до тех пор, пока ситуация не самоорганизуется и не предоставит хороший красивый ABC паттерн то есть с коррекцией в новый импульс то есть новую импульсную волну по фунту все по-прежнему у нас волна B на мой взгляд и покупки могут прийти только вот из этой зоны после завершения волны B и завершения волны C пока ее еще здесь на мой взгляд не было но так как у нас вверх четкий 5-волновой паттерн то в данном случае мы видим, что коррекция развивается достаточно долго и внутри здесь идет зона турбулентности и волна B приобретает форму сложной коррекции мы это с вами видим и говорили об этом еще 2 недели назад что так может быть далее франк, здесь я пробовал покупать но не был уверен в своей сделке, ее прикрыл и в данном случае не исключено, что идет локальная смена тенденций и очередной виток, который формируется внутрь диапазона на недельном графике поэтому здесь конечно же можно пробовать рассматривать покупки но делать это надо крайне осторожно что мы видим по паре доллар-иена в текущий момент у нас был импульс вверх коррекция и возможно развитие новой импульсной волны однако вот здесь пока есть зона неопределенности на мой взгляд это мог быть вполне коррекционный паттерн который корректирует вот этот восходящий импульс как-то вот так не исключено, что отсюда могут прийти новые покупки но здесь не было сигналов поэтому я постою в стороне и понаблюдаю за тем что будет либо на внутридневных масштабах если у меня будет время их торговать и что будет на 4-х часовых масштабах потому что чаще всего я торгую 4 часа и день для меня это более комфортные временные интервалы дальше что, австралийский доллар также идем ниже по тренду скорее всего был ABC паттерн и мы прошли снова вниз новой импульсной волной, которая здесь формирует получается 1, 2, 3, 4 возможно вот здесь локально можно будет найти снова по продаже дальше это все 1, 2 и 3 но вы сейчас не видите здесь максимальное АО как бы в третьей волне но это не для этого масштаба график а для естественно дневного, где АО как раз таки и максимально и резко усиливается вниз в данном случае этот бар он ведет в очередную локальную коррекцию что мы видим по новозеландскому доллару также идет движение вниз, но в данном случае скорее всего это коррекционный паттерн и я бы рассматривал 1, 2, 3, 4, 5 развитие волны С и возможные дальнейшие покупки канадский доллар соответственно на недельном графике у нас была волна 1 возможно 2 в какой-то там пятой волне потому что до этого была третья скорее всего и то что мы видим в настоящий момент не исключено, что формируется какая-то первая волна вверх в ней 1, 2, 3, 4 соответственно еще не было 5 тоже и я бы понаблюдал за развитием паттерна на 4 часах и стал бы покупать только после того, как доформируется этот паттерн доформируется его коррекция и рассматривал бы сигнал на покупку а до этого я просто постою в стороне и понаблюдаю потому что инструментов очень много и возможностей тоже очень много идем дальше золото на мой взгляд здесь есть также зона неопределенности вообще я думаю, что мы снова обновим максимум но тем не менее это может быть как волна B так и развитие новой пятой волны в последнем вот этом импульсе от 11 ноября который идет на внутреннем масштабе получается 1, 2, 3, 4 либо ABC то есть тут пока нет определенности на мой взгляд и нужно крайне осторожно здесь рассматривать покупки то есть искать точки входа с низким риском текущий бар он не является сигнальным на двух часах также ничего интересного нет серебро я пробовал покупать вот с этого бара вышел я естественно не здесь а по безубытку потому что я трендовый трейдер я рассматриваю возможные движения и выход на вершине третьей волны а это для меня была только первая волна в моменте но сейчас мы видим что это волна B и соответственно формируется волна C и в данном случае на мой взгляд повторяется вот такая же структура просто меньшего масштаба после завершения вот этой локальной волны C на мой взгляд здесь можно будет снова покупать точнее искать сигнал на покупку это важная разница эта волна она внутри явно не закончена то есть 1, 2, 3, 4 и так далее естественно никакие продажи здесь я не рассматривал потому что против тренда я не торгую дальше что S&P и тенденция восходящая здесь также были точки входа на покупку они были для меня с достаточно большим риском поэтому их не брал и в данном случае я рассматриваю дальнейшее движение вверх снова обновление максимума Bitcoin как мы видим здесь ситуация достроилась до импульсной волны и вполне вероятно что до этого коррекционный паттерн он был завершен в данном случае мы можем видеть что 1, 2, 3, 4, 5 либо это удлинение в третьей волне потому что может вот так быть 1, 2 и развитие там третьей волны поэтому мы просто берем и торгуем по тренду и ищем точки входа только в направлении основного импульса вот собственно и все а потом будет видно во что это выльется и может быть формируется очередной виток сложной коррекционной структуры что-то вот примерно такое же нефть на мой взгляд формирование импульсной волны вниз с точки зрения недельного графика я считаю что не исключено что это первая и вторая и во второй волне формируется А была сложная Б и формируется волна С в район примерно куда-нибудь 46 долларов я здесь буду рассматривать ситуации для продаж только при условии формирования целого импульса и с его коррекцией пока этот инструмент немало интересен если будут какие-то вопросы пишите в комментариях буду рад на них ответить в своем следующем обзоре на сегодня у меня все увидимся через две недели и не забывайте про то что завтра у меня мастер-класс записаться можно по ссылке в моих соцсетях с вами был Александр Котин желаю вам успешной торговли пока пока пока